15 декабря 2023 года у меня случилось возле магазина, который находился на моей улице, случилась беда. Это было неизвестно. Ну, я вообще не понимал, что происходило, собственно, какая обстановка вообще была. И что-то вообще происходило. Я вообще этого не понимал. Но там бабушки орали, что говорится, что там шашлыки жарят. Но я думаю, что это просто какой-то нужный вызов. Потому что там не было никакого дыма. Ничего такого не горело. Горелого не пахло. Просто пахло обычной зимой. Если бы шашлыки жарили, то сразу было бы слышно запах огня. Но там этого не было видно. Вообще не было видно ничего. Вообще ничего не было. И хочу сказать, что бабушки вот эти говорили, это, походу, либо неправда, либо они просто так шутят. Но на таким шутить, я думаю, не очень смешно. И я просто хотел рассказать вам, как, собственно, это происходило. Как это всё было. Значит, я иду просто за школу. Радуюсь. Иду в магазин. Я вижу вот такую картину, которую сейчас вы видите на экране. Вот такую чудесную картину, которая сейчас показывается. Вот это вам чудесная картина, говорится. Я просто вообще не понимал ничего, что там происходит. И там ещё приехала скорая, не знаю для чего. Ну, туда ещё, на мою улицу, на которой я живу, только в другом доме, собственно, приехала скорая. Ну, там было три пожарные. Пожарники бегали туда-сюда. То они в квартиру куда-то заглядывали, не знаю для чего. Но вообще не понимая, что происходит. Я вообще не понимал, что вообще здесь. И что вот здесь вообще как. Кто именно вызвал. Либо по приколу просто всё вызвали. Я просто этого не понимал. Говорится, кто это вызвал. Вот я просто не понимаю, кто вызвал. Либо эти бабки вызвали, либо не знаю кто. Потому что это очень меня смущает, что кто-то вызвал просто по приколу. Я решил, собственно, это всё заснять на камеру. Вот вы сейчас видите это на экране. И я этого всё записывал на камеру. Я даже позвонил своему однокласснику. И рассказал всё, что было у нас. Ему было очень интересно. И он, кстати, тоже это видео подписан. Поэтому не забудьте подписаться. Ладно. Продолжим. Продолжим. Я ещё выложу на канал видео. Что пожарка. Что пожарка. И я думаю ещё записать про это видео. И вам рассказать, собственно, всю ситуацию, которая происходила с 15 декабря. И хочу сказать, что я вообще не понимал. Ну, я это уже много раз говорю. Кстати, ребята, напишите, сколько я раз сказал, что я не понимаю. Что происходит. Собственно, я хотел ещё рассказать, почему, собственно, я не смог сразу написать, например. Или выложить сразу ролик. Потому что у меня не было времени. Мне надо было ещё отдохнуть. Потом уроки делать. И сразу поесть и спать. Но хорошо, что каникулы уже настали. Кстати, ребята, с наступающим Новым Годом. Но я думаю, что когда я смотрю на вот это всё, для меня это кажется, как будто не Новый Год, а я не знаю что. Я был очень испуган. Я был очень испуган. Даже в магазине я был очень испуган. Пожарка потом уехала. Но почему-то меня вообще спущала. Почему она включила мигалки и поехала. Со сиреной. Я вот этого вот не понимал. Просто ничего. Никак питьки не понимал. Что там происходило? Где оно случилось? Ну, говорили, до пятого этажа это случилось. Но вряд. Собственно, я ничего. Ни капельки. Ничего не мог сказать. Я просто смотрел в шоке. Просто в большом шоке. Смотрел на это всё. Что здесь происходило. Ну, потом они разъехались. Потом я наконец-то пошёл в магазин. Вот вы видите, сейчас пожарка уезжает. Я её снимаю. Ну, и, собственно, потом приехала газовая служба. Но я думаю, она просто хотела развернуться. Она там не заходила опять в эту квартиру, в которой, собственно, вызывали пожарку. Но я вообще не понимаю, для чего здесь МЧС. Что здесь произошло вообще? Ну, я думаю. Вот вы думаете. Шашлыки жарят. Зачем шашлыки жарят? Если все знают про правила безопасности. Ну, я думаю, наверное, не все. Но если это дети, то как они будут жарить, собственно, шашлыки? Ну, здесь я рассказываю, что это был ложный вызов. И вот это всё. Ну, один папа говорил, что это, типа, ложный вызов. Пошли. И, собственно, вот так вот всё и случилось. Но, если вам нравятся такие рубрики, как я рассказываю, что вообще всё происходило. Но, кстати, я хотел сказать, что там ещё, ну, короче, все разъехались, кроме одной машины. Называется Аш. Я, конечно, не знаю, что это за машина, но это пожарная машина тоже. Там тоже были пожарники. Но потом всё равно все уехали. Сейчас, наверное, эта машина уедет. Только не понимаю, почему она по траве поехала, если есть дорога. Ну, короче, все разъехались. И вот так вот и всё. Если вам понравилась такая рубрика, то, я думаю, за старания мои поставьте лайк и подписывайтесь. Ладно. Всем удачи, всем пока. Ждите нового ролика. Давайте. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. 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 Спасибо.